ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А перед началом ролика я хотел бы попросить вас о небольшой помощи. Сейчас на 01 сервере проходит голосование за самую лучшую семью. И призовой фонд здесь 10 миллионов. То есть, если наша семья выиграет, то нам вручат приз 10 миллионов. Если вы мне поможете выиграть этот конкурс, то я эти деньги разыграю между вами. Поэтому, пацаны, ссылочка на голосование будет в описании. Просто заходите в свой аккаунт, получается, на форуме. И голосуйте за нашу семью. Вот, FamilyKirillGame. Ссылочка, повторюсь, на голосование будет в описании и в комментариях. Очень вам прошу нам помочь, пацаны. Просто зайдите и проголосуйте за нашу семью. Просто нажмите понравилось под вот этой записью. Я ее оставил 8 минут назад. Всем заранее очень большое спасибо. Всех просто обнял. Желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл. Вы на канале Кирилл Гейм. И в этом видео я вам покажу самые дорогие и интересные НРП номера. Надеюсь, вам понравится это видео. Также не забывайте смотреть видео про новый модпак, где я показывал эксклюзивные скриншоты. Ссылочка на это видео будет в описании. Если там набирается 300 лайков, то я выпускаю вторую часть. Также я хотел бы напомнить, что я рай на первом серии Мазин Холиплей. Мой ник Кирилл Путбуль. Не забывайте введите мой ник при регистрации. И также не забывайте введите мой промокод. Пишите мне с чекапсом Кирилл Гейм. Если только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Мазин Холиплей. Ах да, забыл сказать. Как только мы набираем на этом видео 200 лайков, выходит сразу же новая серия. Поэтому, пацаны, покажите свою активность и видео будет выходить все чаще и чаще. Итак, сегодня у нас будет обзор замечательного вот такого-то автомобиля под названием Мерседес. Но суть не в том, что это Мерседес, а суть именно в том, какие у него стоят номера. Это, пацаны, нон-РП номера, если что, 3О-300. Это нон-РП номера. Таких номеров не существует. Как бы в игре не существует, но в реальной жизни вы не сможете получить вот такие вот номера. По сути, этих номеров не существует. Я имею в виду реальной жизни. Я решил записать видео, я не знаю, что из этого получится, но я думаю, вам это будет, в принципе, интересно. Если что, говорю сразу, пацаны, это не моя машина, как бы у меня таких денег, к сожалению, нету. Сразу думаю, всем интересно, сколько же такая машина стоит. Как бы это машина Вани, то есть Джонни Прайд, это его машина, он себе ее купил. Он попросил, чтобы цену я ее вам не говорил. То есть, он не хочет, чтобы кто-то знал, за сколько он ее купил. Но скажу вам сразу, купил у нее дорого, пацаны. Довольно-таки дорого он ее купил, но он доволен, как бы. Но номера очень необычно выглядят. Она была, если что, черного цвета, эта машина. Я считаю, что в черном цвете было бы лучше, если бы она выглядела. Потому что номера будут выделяться. А так на белом цвете, они выделяются, но не так сильно, как на черном цвете. Давайте, я думаю, посмотрим карпас. Я не знаю, что вообще рассказывать вам, потому что, ну, как бы это необычное видео такое. Если что, он мне просто ключи от машины дал, повторюсь, пацаны, это не моя машина. И вот, что у нас здесь имеется. Блин, вот реально номера прикольные. Вот, на самом деле, номера прикольные. Мне они нравятся. Вот, напишите в комментариях, как вам эти номера. Мне, честно, не нравятся. Вообще, на сибрерах, ну, на мазинге, нон-рп номера не ценятся. Нон-рп номера, это, например, там, 3M30, 3X30 и так далее. Ну, в основном, такие номера не ценятся, потому что это нон-рп номера. Там, 3W30, 3R30 и так далее. В основном, эти номера не ценятся, потому что это нон-рп номера из-за нулей. Если в номере, вот, три нуля есть, это нон-РП номер. Если все нули, цифры именно, это нон-РП номер, если что. Они не особо ценятся, но на вкус и цвет, повторюсь, товарища пацаны, нет. Поэтому тут каждый сам решает, что ему нравится, а что ему не нравится. Мне этот номер нравится, он выглядит довольно-таки круто. Воска 5 миллионов, целка 90. Установлю здесь антирадар, получается. И улучшение двигателя здесь также стоит. Номера 3О-3 нуля, Mercedes E63S. У меня, если что, тоже есть такой же Mercedes, но не на таких охуенных номерах, но тоже неплохие номера у меня. Вот, пацаны, смотрите, 3 Е3 единицы, это мой Mercedes, вот, такой вот тоже E63. Кому интересно, тоже 5 миллионов воска. Целка, я, честно говоря, не помню, но смотреть мы это не будем. Итак, давайте, я думаю, прокатимся. Я не знаю, честно, что про эту машину рассказывать, но я решил записать это видео, потому что это необычный номер, это интересный номер. Вот, напишите в комментариях, за сколько вы бы купили себе такой номер, либо за сколько его можно продать, там, и так далее. Вот, включите свою фантазию, там, либо, возможно, кто-то шарит, и напишите, за сколько вы бы купили эту машину, либо за сколько можно ее продать, во сколько бы вы оценили эту машину вообще. Как по мне, это одна из самых лучших машин, которые есть на Мазинге, да и вообще в КРМП, потому что это Mercedes, это 402 AD, без мотпака это будет Opel. Opel, это очень управляемая машина, то есть вот этот Opel, вот этот Opel, и сверху него, получается, стоит вот эта моделька Mercedes. Как бы, вот такие вот дела, я думаю, я вам подробно и понятно объяснил. И едет он довольно-таки бодро, максимальная скорость с чипом, получается, 170 км в час, в токе эта машина едет, получается, 150 км в час. Давайте зайдем на наш ан, может, посмотрим на реакцию людей, мне интересно, как они отреагируют на такие вот номера. Я думаю, многие хотели бы себе такие номера, как бы, ну, они необычные, это 100%, тоже типа вот, 3О, 3 0, мне Ошки вообще очень нравятся, потому что у меня на Роусе такие вот Ошки стоят. Вот было бы прикольно, если вот эти 3О, 3 0 стояли бы у меня на Роус-Ройсе, это было бы довольно-таки очень круто. Ну что ж, просто угадайте, что произошло. Конечно же, меня крашивало, это уже традиция реально в моих сериях. Вот почему-то, я когда с вебкой записываю, меня крашит. Когда без вебки записываю, меня никогда не крашивало. Я не знаю, в чем проблема, но проблема есть в чем-то. Я не знаю, в чем, но меня просто-напросто взяло и крашивало. Пацаны, просто давайте сравним эти машины. Вот, это моя машина, Мерседес, тоже, 3, 3 единицы. Это машина Ванина, 3О, 3 0. Напишите в комментариях, кому какой номер больше нравится. 3, 3 единицы или 3, 3 0? Мне, честно, трудно выбрать, потому что, как бы, этот номер нормальный, и тот номер нормальный, но просто 3, 3 0 непривычный, и поэтому мне больше нравится 3, 3 единицы. Реально, пацаны, напишите в комментариях, короче, что вам больше нравится, но, а я беру Морку, и мы едем в СТО. Ее нужно починить, сейчас покажу, что по целочке, так совместим немножко видосик. Я повторюсь, фишка в этой машине именно в том, что на ней такие номера. Я, как бы, на наш план подъезжал, там человек подъехал ко мне, пишет цена. Я говорю, 100 миллионов, и он сразу уехал, короче. Но, к сожалению, у меня крашнуло, и это не записалось. Целочка у него, пацаны, 77. Ну, я думаю, пора, пацаны. Реально, пора, что было целочка 90, и я спокойно мог на ней передвигаться, потому что бензона жрет, пацаны, немало. Все, заводим двигатель за СТО, но сейчас вы, в принципе, увидите. Ну, а приехал я, пацаны, самое охуенное СТО, которое может быть только на 0,1 сервере, это СТО возле ТРК Рид. Да, можешь считать это за рекламу, потому что это СТО Ванина. Мне реально нужно просто машину подчинить, и зачем отдавать деньги чужим людям, так сказать? Лучше просто взять и подчиниться у своего человека, и все, ну, как бы. Я считаю, что это правильно просто. Давай сейчас заедем, вот, если что, она здесь находится. Давайте даже по GPS вам покажу. Пацаны, тут всегда самые заебатые запчасти, поэтому можете приезжать. Так, бизнесы, вот, СТО, и вот, Памели Кирилл Гейм, пацаны. Вот, наш СТО находится в Азамасе возле ТРК Рид. Можете, в принципе, заезжать. Так, давайте подчиним. Я уже, блядь, давно целку не чинил. Где там она чинится вообще? По идее, где-то здесь. Так, капитальный ремонт. Вот, покупаем. Кстати, пока я ехал, у меня там минус целка была. Там, по-моему, минус одна целка, да. Потому что пробег стукнул 54 тысячи, и поэтому у меня была минус целка одна. Поэтому там 76 стало. Вот это другое дело просто. На самом деле, я на ней редко езжу в последнее время. Потому что, видите, пробег, ну, редко увеличивается. Ну, а так, мне эта тачка очень нравится, и продавать ее никогда не буду. В принципе, с ней еще серии будут, пацаны. Сейчас бабок подкоплю. И примерно, наверное, через недельку выйдет серия Мурка в деле. Нужно еще, пацаны, места пояска, где можно попрыгать. Потому что я уже прыгал везде, где только можно. Поэтому надо будет покататься, посмотреть, попрыгать, попробовать, потренироваться и так далее. И потом уже буду записывать видос Мурка в деле. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Вот такие вот большие лайки ставьте. Подписывайтесь на канал, вводите мой промокод. IP все есть в описании. Всем пока-пока.